Шалом лахэм. Здравствуйте. Анахну бет-и-юль. Мы на прогулке. Бе-эзор Аду-лам. В районе, который называется Аду-лам. Ешкан-я-ар. Здесь есть лес. Вахшав-гам. Она шель прихат колониют. Она с буквой Айн это сезон. Приха цветение. Колониют это анимоны. Я думал, что это работа крота. Крот на иврите хапартырит. От слова хутыр. Раскапывает. Но мне подсказали, что в Израиле кроты не водятся. А животное, которое похоже на крота, называется слепыш. На иврите холетт. Тот же самый корень, что в слове хульда. Крыса. Холетт. И он оставляет горки такие. Поднимает. Примерно с 15-20 сантиметров. Поднимает камешки наверх. Обратите внимание, мы здесь видим среди камешков, которые подняты, черепок. Явно с полосками. То есть этому черепку много сотен лет. Но не очень древний, потому что он тонкий. Черепки, которым две тысячи лет и больше, они значительно толще. И крот проделывает такую археологическую работу. В Израиле ученый Яир Сапир. Он целую работу написал как по тому, что поднимает крот из недр земли. Можно определить, что здесь было. Такие черепки, как этот, никакой научной ценности не представляют. Это примерно как пластиковые стаканы в наше время. То есть это мусор того периода. Их здесь очень много. Продолжение следует. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...